Спасибо, глубоко уважаемые коллеги. В своем докладе я хотела бы разобрать важные и сложные вопросы, которые могут возникнуть у врача-клинициста уже на первичном приеме, которые очень важны для клиники. Представить алгоритмы отследования пациентов с первые выявленными нарушениями фосфорно-кальциевого обмена, также осветить проблемы дифференциальной диагностики различных форм гиперпаратериоза, рассмотреть современные клинические рекомендации по лечению разных видов гиперпаратериоза, а также обсудить переоперационное введение данной категории больных с клиническими примерами. Паратериодный гормон играет определяющую роль в регуляции фосфорно-кальциевого обмена, и его действие направлено на поддержание постоянной концентрации кальция в крови за счет стимуляции реабсорбционизированного кальция в дистальных почных канальцах, за счет стимулирования образования наиболее активных метаболитов витамина D3 в почках, также паратериодный гормон увеличивает активность остеокластов и тем самым мобилизует кальций из костного депо, также угнетает реабсорбцию фосфата. Таким образом, и основными регуляторами секреции паратериодного гормона являются ионизированный кальций крови, уровень витамина D3 крови, уровень фосфат сыворотки, а также факторы роста фибробластов. Повышение уровня паратгормона называется гиперпаратериозом. Я бы хотела в своем докладе подчеркнуть, что гиперпаратериоз – это целая группа состояний, которые имеют совершенно разную этиологию, разную тактику ведения, соответственно, очень важна дифференциальная диагностика в этих состояниях. Первичным гиперпаратериозом является первичная патология паращитовидных желез. Это достаточно частая распространенная патология, занимая третье место среди эндокринологических заболеваний после сахарного диабета и патологии щитовидной железы. Как правило, в 90% случаев это аденома около щитовидной железы, в 50% случаев это гиперплазия около щитовидных желез, и, как правило, все-таки гиперплазия характерна для наследственных синдромов. Карцинома около щитовидных желез встречается достаточно редко, к счастью, это 1-2% случаев. И про дифференциальную диагностику аденомы и карцинома около щитовидных желез будет рассмотрено в дальнейшем докладе. Вторичный гиперпаратериоз – это группа заболеваний, для которых характерна реакция около щитовидных желез в виде гиперпаратериоза на дефицит, на снижение уровня кальция крови. Как правило, это характерно для следующих патологий, первичных. Первичный дефицит витамина D3, это также для пациентов с хронической болезнью почек, пациентов с синдромом мальабсорбции. Длительно существующий вторичный гиперпаратериоз приводит к развитию третичного гиперпаратериоза, к автономной секреции паратериоидного гормона. И встречается в 1-3% случаев у пациентов с хронической болезнью почек, а также достаточно часто развивается у пациентов с трансплантацией почек. Примерно уже на протяжении первого года после трансплантации. Таким образом, если обобщить все вышесказанное, можно прийти к выводу, что гиперпаратериоз первичный, вторичный, является достаточно частыми распространенными заболеваниями, которые вовлекают в патологический процесс не только кости, скелет, но также и другие системы органов. А поздняя диагностика гиперпаратериоза приводит к развитию тяжелых осложнений, таких как тяжелый остеопороз, бурый опухоли костей, мочекаменной болезни, рецидивирующая, рецидивирующая язвенная болезнь. Все это диктует необходимость раннего выявления гиперпаратериоза, особенно первичного гиперпаратериоза, активного диагностического поиска со стороны клинициста данной патологии у определенной категории пациентов и проведения дифференциальной диагностики уже на первичном этапе обследования. У каких пациентов мы можем заподозрить гиперпаратериоз, кого мы будем активно обследовать? Это пациентами с клиническими симптомами гиперкальциемии, мышечная слабость, инцепидарными симптомами полидепсии, полиурии, тошнота, рвота, дегидратация. Также мы будем рекомендовать обследоваться пациентам с остеопорозом, с низкотравматичными переломами, с деформациями костей, пациентам с множественными очагами деструкции костей и подозрением на костные метастазы, особенно больным без первично выявленного очага, потому что очень часто данные подозрения на вторичное поражение костей являются бурыми опухлями. Также будем рекомендовать обследоваться пациентам с нефролитиазом, особенно с рецидивирующей мочекаменной болезнью и пациентам с рецидивирующей язвенной болезнью. Алгоритм обследования пациентов при подозрении на гиперпаратириоз состоит из трех этапов. Первый и самый важный этап – это лабораторная диагностика, о чем мы будем говорить более подробно в дальнейшем. Второй этап – это обследование на предмет осложнений гиперпаратириоза и топическая диагностика. Этот вопрос актуален для пациентов с подозрением на первичный гиперпаратириоз для выявления пораженной парасчетовидной железы и для правильного планирования хирургического лечения, для выполнения минимально травматичной, селективной паратириоидоктомии. Итак, первый и очень важный этап – это лабораторная диагностика, лабораторное обследование. В настоящий момент современные российские клинические рекомендации, а также европейские клинические рекомендации рекомендуют определять именно альбумин с корректированной кальцией с сыворотки крови по определенной формуле, где учитывается общий уровень кальция плазмы и альбумин. Сейчас существуют калькуляторы, которые легко найти, общедоступны в интернете, где достаточно иметь значение общего кальция плазмы крови. И уровень альбумина подставляется в формулу, и мы будем иметь альбумин с корректированной кальцией. Он считается наиболее диагностически точным, диагностически оправданным, где минимальное количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Как альтернатива очень часто используется определение ионизированного кальция крови, но здесь есть несколько оговорок. Для этого лаборатория должна обладать современным оборудованием, современными анализаторами с использованием ион-селективных электродов, потому что уровень ионизированного кальция крови зависит очень сильно от уровня pH. Также, естественно, безусловно, очень важным является для определения для постановки диагноза гиперпаратириоза это определение уровня паратгормона, креатинина, скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной по формулам. Можно и EMD, но можно по современным калькуляторам, которые также общедоступны. И очень важно определение уровня витамина D, так как уже на первичном лабораторном обследовании данные параметры нам могут помочь провести дифференциальную диагностику между первичным и вторичным гиперпаратириозом. В современной рекомендации также рекомендуют нам определять кальций и креатинин в суточном анализе мочи для исключения редкой патологии, такой как семейная гипокальциурическая гиперкальциемия. Но хочется сделать оговорку. Данная патология является достаточно редкой. Выполнение данного исследования все-таки требует определенной нагрузки на пациента и определенной ответственности с его стороны. Поэтому в клинической практике данный метод исследования рутинно мы не используем. Как я уже сказала, уже первый лабораторный этап диагностики является очень важным. Во-первых, для постановки гиперпаратириоза, во-вторых, для проведения дифференциальной диагностики между различными видами гиперпаратириоза. Повышенный уровень парадгормона, повышенный уровень кальция уже позволят нам поставить диагноз первичного гиперпаратириоза и направить усилия на выявление пораженной парасчетовидной железы. Также в 10% случаях редко, но бывает, выявляется первичный гиперпаратириоз нормокальциемическая форма, где уровень кальция не повышен, а в пределах нормы, как правило, это верхненормальные показатели. Но опять-таки повышенный уровень парадгормона нам подсказывает, что это первичный гиперпаратириоз, и необходимо проводить топическую диагностику. Для вторичного гиперпаратириоза, который является очень частой патологией и очень распространенным, особенно у пациентов с дефицитом витамина D3, мы будем видеть по данным лабораторного обследования снижение уровня витамина D3, это будет дефицит или недостаточность, снижение уровня кальция крови или нижненормальный уровень, а также выражено повышение уровня паратириодного гормона. Для третичного гиперпаратириоза характерны, во-первых, длительная анамнез, это или хроническая болезнь почек, или пересадка почки в анамнезе, значительный высокий уровень парадгормона в разы превышающий норму, и высокий уровень кальция. Витамин D3 может быть в пределах как в нормальных, так и снижен. Второй очень важный этап после лабораторной, это диагностика осложнения гиперпаратириоза, это обязательно денситометрия для выявления остеопении или остеопороза. И здесь хотелось бы подчеркнуть именно трех отделов скелета, не только поясничный и отдел позвоночника и шейка бедра, но очень важно определять плотность кости лучевой, чем иногда, как мы видим в практике, иногда пренебрегается, но этот момент очень важен. Также необходимо выполнить УЗИ или КТ почек из обрешенного пространства для выявления патологии почек, мочекаменной болезни, нефролитиаз, также важное проявление и проведение инструментального обследования желудочно-кишечного тракта поджелудочной железы, но при наличии сопутствующих клинических симптомов. И как пример выраженного, далеко зашедшего, не вовремя диагностированного гипервичного гиперпаратириоза с развитием тяжелых осложнений, хотелось бы привести следующий клинический случай. Пациентка 42 лет с жалобами на выраженную общую слабость в костях была неоднократно консультирована терапевтом, ортопедом по месту жительства. Были назначены препараты несцероидные и противовоспалительные, которые имели временный положительный эффект. Симптомы не проходили. Пациентке было выполнено в плане доопоследования флюорографии, было выявлено затенение в области четвертого ребра справа. В связи с чем, пациентка была направлена к онкологу, потому что было заподозрено вторичное поражение костей скелета. Было выполнено КТС-контрастированием, выявлено поражение подвздошной кости, ключиц, выполнена трепан-биопсия левой ключицы, которая также не ответила на вопрос, был заподозрен фиброз костей. И так, пациентка самостоятельно уже обратилась в Национальный медицинский и сельский центр онкологии имени Николая Николаевича Петрова. В нашем центре было заподозрено первичное поражение парасчетовидных желез, на начало лабораторное дообследование, которое выявило выраженное значительное повышение паратиреоидного гормона и высокий уровень ионизированного кальция. Выполнено УЗИ мягкие ткани шеи, выявлено опухоль левой парасчетовидной железы. Также был выявлен пересмотр гистологических препаратов, трепан-биопсия левой ключицы, который заключил, что у пациентки имеется бурый опухоль при гиперпаратириозе. Соответственно, пациентка была направлена на хирургическое лечение, была выполнена операция паратиродектомия слева. И гистологическое исследование утвердило диагноз аденома левой парасчетовидной железы 3,5 см в наибольшем измерении. Топическая диагностика. Методы топической диагностики делятся на три линии. Первая линия, вторая линия и также третья линия, это уже когда первая и вторая не отвечают нам на наши вопросы. Самым главным, первым этапом топической диагностики и рутинным стандартом является УЗИ парасчетовидных желез. Этот метод и обладает множеством преимуществ, но также есть недостатки. Например, когда есть эктопия парасчетовидных желез, или загрудинное расположение парасчетовидных желез, паратрахиальное, паразофагиальное. Поэтому в таких ситуациях мы рекомендуем пациентам выполнять уже радиизотопные исследования. Это сцинтиграфия, с технетрила. Данный вид исследования обладает своими преимущественными, уже можно диагностировать аденому парасчетовидных желез, которые эктопированы. Аффект КТ также современный и широко использующий сейчас метод для топической диагностики. Также обладает рядом преимуществ. Это функционально-топическая диагностика, особенно совмещенная с анатомической детализацией КТ исследования. И хотелось бы подчеркнуть, что все три этих метода исследования в совокупности на дооперационном этапе диагностики первичного гиперпаратириоза повышают чувствительность до 98% случаев. Однако иногда и этих методов исследования не хватает, и мы прибегаем уже к методам второй линии. Это компьютерная томография с контрастным усилением, это может быть магнитно-резонансная томография, а также ПЭТ-КТ. Тонко-игольно-спирационная биопсия не является рутинным исследованием, и всех пациентов мы, естественно, не должны направлять для диагностики первичного гиперпаратириоза. Используется только для дифференциальной диагностики, когда возникают вопросы, необходимо дифференцировать с другими патологическими образованиями в области шеи, такими как узлы щитовидной железы, лимфатические узлы или кисты. Лечение первичного гиперпаратириоза. Единственным радикальным и эффективным методом лечения является, естественно, хирургическое лечение. Однако, хотелось бы отметить, что многим пациентам рекомендуется и они нуждаются в предоперационной подготовке, например, при дефиците или недостаточности витамина D. Здесь возникает такой резонанс. С одной стороны, пациент с гиперпаратириозом первичным, вторичным нуждается в восполнении дефицита витамина D3, однако же, витамин D3, вот назначенные нами препараты, повышают, могут повысить уровень кальция в крови, который и так, и без этого, при первичном гиперпаратириозе повышен. Так когда и кому мы должны назначить восполнение дефицита витамина D3? Все зависит от того, какой уровень кальция альбоминскорректированным мы имеем у пациента на данном этапе. Если повышение уровня кальция незначительно меньше 0,25 ммол на литр от нормы, то мы спокойно можем назначать восполнение в насыщающих дозах, как мы это делаем обычно пациентам с дефицитом или недостаточностью витамина D3. Пациентам с уровнем кальция более высоким, но менее 3 ммол на литр мы должны рекомендовать на предоперационном этапе восполнение дефицита витамина D3, но уже в поддерживающих, а в небольших, в ненасыщающих дозах не более 1-2 международных единиц в сутки. Пациентам, у кого общий уровень кальция крови, альбоминскорректированный более 3 ммол на литр, таким пациентам противопоказано назначение препаратов витамина D3 на предоперационном этапе, потому что восполнение назначения препаратов витамина D3 может спровоцировать у пациента очень грозное осложнение гиперкальциемический криз, когда уровень кальция может повыситься более 3 ммол на литр. Это тяжелая ситуация, требующая экстренной терапии в условиях отделения реанимации, регидротации, назначения диуретиков, также назначения антирезорптивной терапии, кальцистанин без фосфонатов, кальциемиметиков, цинокальцет, и вот в настоящее время активно еще используется назначение дэносумаба. И хотелось бы привести еще один клинический пример пациентки, которая, опять-таки, далеко зашедший гиперпаратириоз, поздно диагностированный и ошибочно поставленный диагноз изначально по месту жительства потребовала, вся эта ситуация потребовала предоперационной подготовки в условиях реанимации. Пациентка 50 лет с жалобами на выраженную общую слабость, болями в костях, была консультирована неоднократно терапевтом по месту жительства, наблюдалась на протяжении полутора лет. При дообследовании по данным КТ и оцинтеграфии были выявлены множественные поражения костей. Было высказано предположение, что у пациентки метастатическое поражение скелета без первично выявленного чага. Пациентка была направлена в онкологический стационар в регионе по месту жительства. Пациентка самостоятельно обратилась в онкологический Центр онкологии Минколая Николаевича Петрова. Консультация была заочная. Пациентке было рекомендовано до обследования. И по данным анализов крови уже на первом, первичном лабораторном этапе диагностики было выявлено выражено повышение паратериодного гормона до 4 тысяч при норме, верхней норме до 65 пикограмм на миллилитр. Выражено повышение и кальция ионизировано, и кальция общая до 3,78 миллимоль на литр. Соответственно, пациентке было рекомендовано уже по данным этих лабораторных исследований госпитализация в стационар и подготовка к хирургическому лечению в условиях реанимации. По данным музея мягкой ткани шеевы было выявлено новообразование в проекции правой нижней околощитовидной железы. По данным с антиграфией парощитовидных желез с технитрилом были выявлены признаки аденомы правой парощитовидной железы. Гистологическое исследование, которое все-таки было выполнено, трепанбиопсия очага подвздошной кости подтвердила наличие бурой опухоли при гиперпаратириозе. Такой пациентке была проведена комплексная предоперационная подготовка в условиях отделения реанимации и инфузионной терапии с назначением диуретиков. Также было проведено введение резолендроновой кислоты, антирезерптивной терапии кальцитонин и уже при снижении уровня кальция крови до 3 ммл пациентка через 3 суток нахождения в реанимации была направлена на хирургическое лечение. По ангисологическому исследованию операционного материала диагноз был подтвержден и таким образом диагноз окончательно звучал как первичный гиперпаратириоз, аденома правой около щитовидной железы, гиперкальциемия тяжелой степени, бурые опухоли плоских костей, мочекаменная болезнь, также было выявлено при еда обследовании нефролитиаз. Для оценки радикальности хирургического лечения рекомендуется определение интероперационного определения паратириодного гормона в сыворотке крови, как до операции, так и через 15 минут после удаления новообразования. После операции врача ждет еще одно грозное осложнение, это послеоперационный гипопаратириоз. Процент развития данного осложнения вариабельный, это от 5 до 45% в случае. Как правило, послеоперационный гипопаратириоз приходящий явлений может длиться как от нескольких дней до полугода. Особенно очень серьезно и требующая активной тактики врача, это синдром голодных костей. Здесь, конечно же, требуется лечение активными препаратами метаболита витамин D3 и препаратами кальция. На первом этапе в течение нескольких суток это внутривенная инфузия растворов кальция. В дальнейшем уже при восполнении дефицита кальция крови пациента можно перевести на пероральный прием препаратов. Ну и в дальнейшем уже, соответственно, пациент наблюдается и обязательно в план наблюдения входят стандарты плана наблюдения определения уровня кальция крови. В дальнейшем пациент в послеоперационном периоде наблюдается и лечение направлено на терапию осложнений, таких как остеопороз, терапия первой линии. Это бисфосфонаты, также в последнее время очень распространена терапия Деносумаба, особенно у пациентов с сопутствующей онкологической патологией. Очень важно помнить о наличии гиперпаратериоза первичного в рамках наследственных синдромов. Они встречаются не так уж часто, это 10% случаев, но манифестируют в молодом возрасте. Выявление наследственных форм наследственных синдромов требует от врача определенной специальной хирургической тактики и специального активного наблюдения в дальнейшем. Поэтому очень важно заподозрить наследственную форму. Первичный гиперпаратериоз является очень важным компонентом для синдрома МЕН-1, ножественной эндокринной неоплазии, для синдрома МЕН-2А. Другие синдромы встречаются достаточно редко, и в данном докладе я не буду акцентировать на этом внимание. Когда мы должны заподозрить у пациента синдром множественной эндокринной неоплазии первого типа и проводить активный диагностический поиск, рекомендовать генетическое тестирование? Это пациентов при наличии одного или нескольких признаков. Манифестация первичного гиперпаратериоза у молодых пациентов моложе 40 лет. Это множественное поражение около щитовидных желез, гиперплазия. Как правило, при синдроме МН-1 у пациентов бывают поражены 3 или все 4 пара щитовидных железа. Это персистенция или рецидив первичного гиперпаратериоза, а также наличие двух и более менассоцированных образований. Это аденомогипофиза, нейроэндокринная опухоль, особенно нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, опухоль околощитовидных желез, а также у родственников первой линии родства с наличием мутации в гене МН-1. Для чего необходима такая вот ранняя диагностика наследственного синдрома МН-1? Потому что пациентам по современным рекомендациям опять-таки и российских, и зарубежных, и европейских, пациентам с данным синдромом рекомендуется двухсторонняя ревизия шеи субтотальной или тотальной паратериотектомией, а также пациентам с верифицированным синдромом МН-1 рекомендуется регулярное комплексное лабораторно-инструментальное обследование, которое направлено на своевременную диагностику других компонентов синдрома. У каких больных мы можем заподозрить синдром МН-2А и будем также рекомендовать молекулярно-генетические исследования? Это пациентам при наличии одного или нескольких признаков в анамнезе. Наличие модулярного рака щитовидной железы в анамнезе или в настоящий момент при диагностике первичного гиперпаратириоза. Это наличие феохромоцитомы в анамнезе или на момент диагностики первичного гиперпаратириоза. А также данных о наличии медулярного рака щитовидной железы или феохромоцитомы или синдрома МН-2А у родственников первой линии родства. И в заключении своего доклада я хотела бы обобщить и сделать следующие выводы. Гиперпаратириоз это целая группа заболеваний, которые требуют дифференциальной диагностики уже на первичной лабораторном этапе диагностики. И назначение таких простых несложных исследований как исследование уровня паратириоидного гормона кальция общая альбумина для подсчета альбумин скорректированного кальция витамин D3 креатин и СКФ изучение этих параметров уже позволит заподозрить гиперпаратириоз и поставить правильный диагноз и провести дифференциальную диагностику. Необходимо проводить диагностический поиск гиперпаратириоза среди определенных категорий пациентов это пациентов с остеопорозом с поражением костей особенно с пациентами пациентов с множественным поражением костей потому что там может оказаться бурая опухоль мочекаменные болезни рецидивирующие также важно помнить о наследственных формах первичного гиперпаратириоза потому что этот первичный гиперпаратириоз гиперпаратириоз может составлять являться одним из составляющих наследственного синдрома Это позволит, во-первых, правильно пациента прооперировать в адекватном объеме, а также проводить своевременную диагностику и своевременно выявлять другие компоненты синдрома. Благодарю за внимание. Продолжение следует...